Игорь Негода Пару лет назад мои дети, которым тогда было ещё два с половиной года, подарили мне, сделанные из лего, два музея. И со словами «Мам, ну это ж так просто, почему ты так долго работаешь и много?» И действительно, вообще-то сделать музей или вообще любой другой проект по сути не требует ни особых талантов, ни каких-то специальных навыков. Но есть одна важная вещь, которую нужно помнить, когда ты вступаешь в длинный процесс. Нужно договориться о принципах, которые никогда не нарушаются. Очень простых, очень понятных, всем ясных принципов, которые никогда не будут пересмотрены и никогда не будут нарушены. Вот что получается, когда они нарушаются. Нам в детстве говорят, как правило, не ссорьтесь, ищите компромисс, пробуйте находить какие-то решения, будьте договороспособными, лояльными и так далее. Но вот если вы вдруг решили сделать музей или построить дом, или, не знаю, сделать какой-то большой проект, это вам не просто будет мешать, это будет страшно вредить. А вот что случилось с созданием Плеснического музея от момента его проекта до его реализации 140 лет назад. Это не плохо, не хорошо, но просто когда вы задумали что-то, для того чтобы это получилось в финале, оно должно следовать базовым принципам. У нас они такие. Я ничего не вижу здесь. Мы создаем музей для людей. Мы хотим сделать лучший музей в мире, как это пафосно не звучит. Мы все делаем по закону, а не по правилам, которые сложились вокруг нас. Мы выполняем обещания, и мы руководствуемся здравым смыслом. Что такое музей для людей? Формально ни один государственный музей не должен ничего делать, кроме того, чтобы сохранять фонды и целевым образом расходовать деньги. Все. И поэтому, на самом деле, много где в мире, когда музей закрывается на реконструкцию или на строительство нового здания, его фактически перестает существовать на карте города. Люди о нем забывают или помнят и ждут открытия, но это неважно. У него нет. Но когда мы решили, что мы делаем все для нашей публики, мы, закрывшись, стали делать гораздо больше, чем делали тогда. Мы привезли странных животных из пластика на ВДНХ. Мы управляем тараканами. Мы делаем кучу выставок и лекций. Мы запустили Open Air фестиваль и фестиваль научного кино. Мы работаем с детьми, мы учим детей, просвещаем взрослых. Мы делаем огромное количество разного рода проектов, которые порой иногда мы себя обнаруживаем в 30 разных точках в городе Москве. И не только в Москве. И, в общем, довольно соблазнительно было бы ничего не делать. Ну, ничего не делать, а как-то готовиться к открытию музея в 2017 году. Но нам кажется, что это как раз и есть музей для людей, когда ты все время пытаешься сделать что-то, что будет интересно и познавательно. И музей — это не стены. Это не только стены. Это некоторое знание, которое ты несешь аудитории. Еще и музей — это не склад. Поэтому недавно мы открыли наши фонды, те самые закрома. И любой желающий может посмотреть на то, из чего состоит, собственно, коллекция музея, то, чего, как правило, никто не видит. С тех пор, как мы закрылись, наша аудитория более чем утроилась. И я надеюсь, что за оставшиеся годы она еще и вырастет. Что значит «лучший в мире»? Когда ты начинаешь что-то большое, кажется естественным делать это лучше всех. Но потом ты начинаешь двигаться, и очень много объективных обстоятельств. Если тебе здесь трудно, здесь невозможно, давайте, ну хорошо, в десятку войдем, потом лучший в стране, лучший в городе. Ну ничего, нормально получается. Но так нельзя. Потому что то, что задумано, должно быть реализовано обязательно. Мы провели международный конкурс. Получили одного из главных подрядчиков, главное агентство музейное в мире. Два с половиной года с ним работали, и в результате довольно неутешительно. Ну такая посредственная, симпатичная, уверенная, но довольно посредственная вещь. И мы рискнули. Мы решили, что мы не будем двигаться по этому пути, и фактически стартанули заново. И сейчас десятки ученых, сценаристов, журналистов, художников, дизайнеров работают над будущим музеем. И если взглянуть немножечко назад, то выяснится, что ни один успешный, большой, классный музей в мире из всех, кого мы знаем, не делался музейщиками. Это всегда были энтузиасты разных профессий, разных занятий, и у них получилось. Надеюсь, у нас тоже. В России жить по закону, по сути, равно не давать взятки. Вот не давайте взяток. Не давайте взяток, когда у вас госконтракт на семь с половиной миллиардов. Не давайте взяток, когда у вас горят сроки, не дают деньги. Не давайте взяток, когда к вам приходят за ними прямо не скрывая. И не поддавайтесь влиянию людей с властью. Оказывается, все это можно. Это не очень просто, но даже в Государственном музее, поверьте, это ой как нелегко, но это можно. И важно еще и для того, чтобы никогда не быть пойным за руку. Потому что тогда тебя фактически невозможно остановить. Выполнять обещания, казалось бы, банально, но очень важно. В нашей сегодняшней среде это как-то не принято. Но вдруг обстоятельства извинились, но мы можем вроде и не выполнять обещания. Мы сейчас фактически единственный проект, который сохраняет иностранного архитектора в качестве держателя проекта и продолжающего над ним работать. Два с половиной года назад прекрасный японский архитектор выиграл конкурс со своим проектом вот таким, который должен сильно улучшить наш город и вообще создать уникальное архитектурное произведение в нем. Ой, поверьте, не было недели, когда я не думала с ним расстаться. Это трудно, он не говорит на английском, он не знает наших правил, он все время придумывает такие вещи, которые просто невозможно построить. Но если мы хотим соблюдать собственные принципы и верим в них, то это нужно делать, как бы это ни было трудно. Здравый смысл. Это тоже не так просто, как кажется. Например, яркая последняя история — это пандусы для инвалидов. Мы вот сейчас заканчиваем, там идет ремонт, мы заканчиваем какие-то проектные вещи. И выяснилось, что для того, чтобы выполнить правила сегодняшние, жесткие, очень серьезно проработанные правила по наличию пандусов в общественных местах, то есть не так, выполнив их в проекте, в реальности ни один инвалид не сможет ни попасть в здание, ни из него выехать. Ну, просто потому что пандусы прилагаются к конкретному отдельному помещению, а в целом в зданию не прилагаются. И, фактически, попав внутрь, нет никакого способа на этой коляске покинуть здание. И вот теперь мы ходим, доказываем, что мы не идиоты, пытаемся рисовать стрелочки, показываем, как вообще эта коляска будет двигаться внутри здания, пытаемся уже третий месяц согласовать проект вроде бы разумный, действительно позволяющий реализовать то, что хочется, всяким согласующим инстанциям. Но так устроено более-менее всё. Например, требования к хранилищам, в которых содержатся фонды музейные, они не меньше, чем рассчитаны на монолизу. Или для того, чтобы заниматься с детьми, вы не можете с ними заниматься ни в подвале, ни на третьем этаже, потому что предполагают, что дети могут существовать только на первом и втором. И вниз не спускаются, а наверх уж точно подняться не могут. Ну и так далее. В этом смысле каждый раз помнить о том, что здравый смысл важен и что иногда нужно прям побороться и побиться за то, чтобы то, что получилось, было как-то реалистичным и адекватным — это важно. И тут уж как бы приняли на себя принципы — мы с ним дальше живём. Поэтому иногда мне самой кажется, что я такой человек в этой коляске, который крутится между этими пандусами и пытается выходить из этого здания. Кажется, вроде, зачем мне это нужно? Вот представьте себе, что вы подходите к двери, открываете её, а ручка остаётся у вас в руках. Вот кто из вас сразу бросится на поиски отвертки, пытаясь её прикручить назад? Ну подумайте честно, ну сколько? Вот одного вижу человека, двоих, троих. Ну да, действительно, дверь не ваша, ручка не ваша. Ну или даже ваша, но в принципе вы куда-то шли, дверь открылась, можно не останавливаться потом когда-нибудь, или вызвать специального парня, который это починит. Ну вот я возьму отвертку. И для этого не нужна никакая специальная мотивация. Для этого, в общем, нужно просто хотеть сделать мир немножко лучше и оставаться вот тем самым ребёнком, которому всё кажется простым. И по сути, наша жизнь, в общем, всё, что мы делаем, состоит из этих дверных ручек. И если мы каждый будем прикручивать по одной, по две, то наша жизнь сильно улучшится. Спасибо. Спасибо.